Самое доброе утро, в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет, просыпаемся. И сегодня поговорим о мусорном сжигательном заводе. Если уж совсем по-честному, то я прям не понимаю, о чем можно говорить. Смотрите, нам предложили построить мусоросжигательный завод. И он расположен таким образом, что он будет отравлять саласпилс, кенгаракс, плявники, пурчик. Ну, половину населения нашей страны. Вот нам его предложили. Люди вышли, сказали нет. Потом мы собрали подписи. Собрали подписи, представляете? Собрали подписи, необходимое количество. Сказали нет. Дальше были обсуждения, многократные обсуждения, когда приводили все доводы со стороны застройщика и доводы со стороны жителей. И сказали нет. Вы представьте только наглость олигархов латвийских. Вот представь себе. Если люди сказали, сказали, нам это не надо, у нас этого не будет. Теперь они будут придумывать законы. Я не знаю, что они будут делать, честно. Но что-то похоже, как с полигоном. Когда в рамках того, что это необходимо нашему государству, делаем отчуждение какого-то куска земли. И там будем строить мусоросжигательный завод. Будем привозить из Скандинавии мусор и парить здесь. Не потому, что это нужно Латвии. Не потому, что это экология. Потому, что господин Шчелла и его подельники придумали новый бизнес. И он очень крутой. А почему бы нет, они решили. А кто такая Латвия? И кто такой житель Латвии? Кто их когда вообще спрашивал? И вот в следующий момент, разумеется, после... А они нам запрещают делать референдумы. Например, как в Швейцарии референдум по любому поводу. Они придумали такой закон, чтобы ты не мог высказывать свое мнение. Чтобы ты, холоп, сидел на своем месте. А мы, Венатеба, будем управлять этой страной, как мы хотим. Нам насрать просто на твое мнение. И вот что интересно. Люди собрались в Бедребу. И это, по сути, новый тип борьбы. Почему сейчас по любому вопросу важно собирать Бедребу? То есть, общество людей, юридическое. Потому что, вот, например, собирается Бедреба. В ней там тысячи человек, которые желают протестовать. Мы каждый можем скинуться там по 50 евро. Нанять лучших адвокатов и бороться юридически с этими вопросами. Понимаете? И в этом случае тоже было создано Бедреба. Ребят, пусть неуклюже, да? Но вот Конт. Чуть-чуть зафиксирую. На коленке все это делаю с утра перед работой. Потом как-то сделаю солидней. Значит, смотри. Каждый из вас может просто перечислить какие-то несчастные там 50, 30. Кто сколько может евро? И мы сами можем бороться за свои права. Без каких-либо посредников. Почему мы это делаем? Потому что обратились, например, к Саскане. Согласовался. Ну, вы же за все хорошее, против всего плохого. Помогите людям. Что сказала Сасканя? Сасканя сказала, мы не будем воевать со структурами щелы. Нам это неинтересно. Опа. Обратились к господину Росликову. Я что-то не вижу, где господин Росликов. Во вчерашнем эфире, господин Росликов, я тебе подослал 70 сообщений. Ответь, что с мусоросжигательным заводом. И ты видел мои сообщения. И ты их читал. И... Товарищ опять ничего не видит. То есть, когда мы обращаемся к депутатам, мы понимаем, что все-таки депутата можно купить. Может быть, и задорого, но можно. И это не вариант. И решать свои проблемы через депутатов, это уже плохая история. Хорошая история вечером перед сном, где в ТикТоке посмотреть приятную рожу и тупо поржать. Потому что уж они и как уши на сковородке извиваться могут. Ну, и поэтому это классно. Фишка в том, что кроме тебя никто это не сделает. Фишка в том, что нет такого, что тебя загрузили, что твой голос ничего не решает, он ничего не делает. Мусоросжигательный завод – это отличная история. Показать, кому принадлежит Латвия. Понимаешь? Это когда собираются и русские, и латыши, и ни у кого не возникает вопросов, на каком языке говорить. Это когда собираются католики и православные, и им плевать, у кого какая вера. Это когда собираются люди, которые голосовали за разные партии, и им плевать, какая история. Они хотят бороться за свою землю. И вот это хорошая идея. И название хорошей идеи – виды ссарца. Люди объединены в группу WhatsApp, там, где идут все возможные обсуждения. Но мы должны понимать, что мы просто люди, у нас самоорганизация, ну, большая проблема. Почему? Потому что каждому надо идти на работу, у каждого горят кредиты, каждому надо закрывать свои дырки, и не каждый там может себе позволить взять выходной и пойти на какие-то протесты, на какие-то митинги. Это понятно. Поэтому нужен центр координации решений. Я предлагаю его сделать в ТикТоке 1 час перед сном, скажем, 8 вечера, каждый вечер, например, на моем канале. Там, где я могу подключить каждого из вас. Там, где мы будем высказывать свежие решения. Потому что структуры господина Ищелая подключили социологов, политологов, маркеологов, экономистов, анонистов, юристов и бог еще знает кого. И у них сильная команда. И они извлекают уроки из того, что делали. После того, как люди собирались, люди задавали вопросы, они эти вопросы все взяли и по каждому вопросу отработали так красиво, маркетология выстроена так красиво, что ты готов купить этот вопрос. Не за дорого, понимаешь? Поэтому нам придется действовать такими же самыми методами. И вариантов у нас я особо не вижу. Итак. 15 ноября в 3 часа Каудзишу ела 57. Нам надо выйти, показать, что мы ничего не забыли, что мы можем выйти там в 3-2005 человек и что мы не остановимся. Это первое. Там мы узнаем следующие наши проблемы. И там мы узнаем, что они для нас придумали. Каким образом теперь они нас хотят наебать, если проще говоря. А вот после этого давайте собираться. Я предлагаю свою платформу в ТикТоке каждый день в 8 вечера и попробовать обсуждать там, как мы будем противодействовать этому. Напомню, что ни одна политическая партия не за народ. Ни одна. Все не конченые суки. Это естественно. И когда вы заходите на их эфиры, вот в эти вот в ТикТоке, задавайте им каждые 15 секунд один и тот же вопрос. Каково решение с мусоросжигательным заводом? Каковы ваши результаты и действия? Вот такой вот мне совет. Поэтому в ТикТоке, когда увидите всевозможные эфиры, начинайте кошмарить этих тварей. Не давайте им спуску. А в моем ТикТоке будем собираться и для того, чтобы решать конкретные вопросы и как мы будем выходить из этого. До встречи каждый день в 8 вечера. Понимаю, что все вкалываете, все устали. 20-30 минуток выделить на эту ситуацию, я думаю, каждый может позволить. Ну и не забывайте, что мы встречаемся, да? 15 ноября в 3 часа. Каузишуэла, 57. Окей? На сегодня все. С вами был Владимир. И по традиции хочу вам напомнить, что Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. Есть у нас кое-какие проблемы, но у нас все получится. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok